сейчас я сяду с вами вот на этот автобус вот такая вот автобусная остановочка вам показываю видите как она она стеклом туда к дороге чтобы не забрызгивала здесь людей ожидающих посадки посмотрите где я еду я еду на автобусе на втором этаже никого здесь нет видели да автобус пустой только я и вот рядом со мной еще парень афроамериканец афроангличанин друзья я специально села сегодня с вами на автобус со второго этажа я сейчас покажу вам как классно здесь выглядит у нас пока мы едем я вам расскажу немножко об этом автобусе вот видите второй этаж вот такая вот лесенка вниз там первый этаж точно такой же автобус и все новое шикарно выглядят обратите внимание да и вы если вам нужно выходить перед тем как выходить вы нажимаете вот здесь есть такие кнопки стоп включается гудит там у водителя сигнал но где-то за несколько наверное минут перед остановкой и автобус останавливается и вы выходите потому что со второго этажа конечно водителю как еще сигнал подать не докричишься ну вообще для удобства пассажиров еще здесь в автобусе есть у него у водителя видеокамеры он смотрит если на автобус на остановке зашли пассажиры он обязательно проследит чтобы все они сели на свои места и только тогда он трогается с места еще что хочу показать возле каждого сидения есть вот такой вот usb подключаете мобильный телефон и можете пока видите зарядить свой мобильный телефон но и если вы пользуетесь ноутбуком то вообще супер включаете за 30 минут следования можно какой-то даже фильм посмотреть но это если есть у вас свой ноутбук расскажите мне какие автобусы в ваших городах может быть уже везде вот такие вот новые красивые современные автобусы используются может быть я отстала от жизни интересно было бы послушать также вот мы с вами сейчас увидим еще один автобус вот именно такой же на котором мы сейчас едем вот он но вы вероятно много раз их могли встречать на моей на моих видео когда я езжу с вами по дорогам очень много этих автобусов курсирует взад вперед они автобусы именно зеленого цвета на нашем острове других цветов автобусов нет только еще есть голубые но это не общественный транспорт голубые автобусы развозят детей и там вывеска такая нарисованы детки знаете да треугольничек бегут дети вот эти голубые автобусы они развозят детей на занятия в школу утром и потом развозят их по домам ну как по домам они развозят специальные маршруты у каждого автобуса есть и в общем то развозят а вот мы выехали на скоростную трассу она не очень тут симпатичная вообще конечно ехать здесь на втором этаже и смотреть сверху это довольно непривычно и вообще совсем другой вид нежели в машине до машины такие внизу крохотные смотрятся и еще интересно то что вот как раз сейчас видно хорошо разметку разметку на дороге здесь обычно в англии у них эти разметки все время обновляются обратите внимание я почему говорю об этом потому что у меня спрашивают многие именно по поводу разметки вот сейчас это на остановку мы остановились сейчас вот тронемся там впереди будет зигзаг вот такой вот с двух сторон по дороге и у меня спрашивают что такое за зигзаг я вообще-то думала что люди знают наверное что зигзаг вот этот имеется в виду что вообще нельзя останавливаться ни при каких обстоятельствах вот на этом зигзаге машинам если вот это вот двойная сплошная желтая полоса как вы видите это тоже остановка запрещена но на двойной сплошной желтой если вдруг машина сломалась или что-то случилось вы можете на несколько или высадить кого-то какого-то инвалида вы можете остановиться а вот этот вот зигзаг видите это значит это именно территория на которой ни в коем случае не ни одной машине нельзя останавливаться это полный запрет если я конечно правильно помню потому что вы знаете что я сдавала на право по моему пять лет назад уже вот многие также у меня спрашивают как я привыкла ездить по другой полосе вот видите мы сейчас едем по правой полосе для многих очень непривычно но меня наверное спасло знаете что что я в россии того общем-то и не ездила никогда за рулем вот поэтому мне переучат вот обратите внимание опять вот такой вот опасный здесь поворот здесь конечно же зигзаг потому что ни в коем случае нельзя здесь останавливать свою машину вот так вот мне привыкать было не к чему особенно и я сразу поехала здесь по этой стороне дороги и сейчас я вполне уже привыкла освоилась хотя иногда тоже немножко туплю когда на переходах именно я имею ввиду что когда я хожу пешком на каких-то переходах не знаю в какую сторону смотреть направо налево или куда поэтому я всегда с опаской смотрю в обе стороны направо и налево вот была еще со мной такая история конкурс небольшой когда я только сюда приехала и у мужа там сломалась машина он или он что-то не захотел по-моему куда-то ехать со мной я говорю но я тогда поеду на автобусе и вот он мне объяснил что говорит вот сейчас дойдешь до пересечения с центральной дорогой тут недалеко буквально пять минут от нашего бинстед хилл и там ты сразу увидишь автобусную остановку сядешь и поедешь а я хотела в нее подъехать что такое муж мой не очень желал ездить в ньюпорт потому что там так трудно найти парковку бесплатную он у меня всегда искал бесплатные парковки несмотря на то что деньги у него были они такие что они каждую копейку считают это у них как говорится в крови наверное вышел сосед мой который сидел здесь рядом со мной афроангличанин я села посредине может быть сейчас вам будет лучше видно вот еще один такой же автобус вити вот так так что я рассказывала я поехала решила поехать на автобусе сама в ньюпорт я выхожу на main road вот на такую центральную дорогу естественно же по мне если мне надо ехать вот в сторону влево то я перехожу на правую сторону вот как бы смотрите да вот по этой дороге нам кажется что автобусы должны идти вот по правой стороне ну я конечно же думаю значит автобусная остановка тоже на этой на правой стороне если мне ехать сюда в эту сторону я перешла через дорогу смотрю никакой остановки нет поблизости я иду 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 но прошла уже наверное где-то я не знаю 500 метров полкилометра никакой нет остановки думаю да что ж такое что же мне муж такой и представляете кто-то может быть мне скажет что ж вы не увидели что вам навстречу едут машины но я тогда как-то вот на эти все я была настолько рассеянная вообще обычно как-то не обращаю внимание вот на такие от мелочи что машины едут оказывается не 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 в одну сторону как у нас а совсем другую по этой стороне ну вот вы поняли да меня и потом уже когда я опомнилась и поняла что я боже мой мне же надо перейти вот на ту сторону и мне надо там смотреть а в остановку я перешла пошла назад и оказалось что именно действительно возле самого поворота нашего откуда я пришла и была автобусная остановка чтобы ехать в нее порт но она была с левой стороны и я ее конечно не приняла за тот маршрут который нужен мне мне кажется что вот именно отсюда со второго этажа то что вид другой наверное должно больше понравиться вот такое вот путешествие я думаю что вам может быть многим и не приходилось ездить на двухэтажных автобусах хотя у нас конечно сейчас люди и путешествуют везде а может быть даже и у нас в россии есть такие двухэтажные автобусы так вот автобусы в каждом городе имеют свой цвет на нашем острове это зеленые автобусы как я уже сказала вот в в портсмассе там по-моему они коричневые автобусы в общем даже не берусь я вам сказать какие еще цвета автобусов используются бывает и бывает какие-то разноцветные даже не знаю друзья я только знаю что стараются в каждом в каждой провинции использовать один цвет автобусов специально для этой провинции ну и конечно же вы знаете что именно в лондоне всегда использовались красные автобусы красные автобусы это такое лицо города лондон двухэтажные красные автобусы да ну вот оказывается что красные автобусы не по всей англии ходят вот поэтому мы сегодня с вами едем на зеленом автобусе вот мы приехали это город сандаун сейчас мы проедем по центру и я доеду с вами до вентнера там погуляю и поеду назад да ну и еще что хочу сказать пока мы едем обратите внимание на вот эти вот остановки такие у них остановки стеклянные чтобы был полный обзор конечно же с козырьками потому что здесь практически через день ходу идут дожди так открытых остановок вообще-то нет небольшие козыречки всегда присутствует но и потом сейчас если будем еще проезжать в центре города они авто остановки обычная сюда лицом к дороге а вот если по трассе вдруг где-то или в какой-то маленькой деревушке вы увидите остановку то там будет она повернута вот от трассы закрыта таким тоже стеклянным стеклянной стенкой то есть она как бы повернута не к дороге выходом своим а повернута к домам покажу вам вот показываю вам эту остановку автобусную ничего особенного ведь сверху интересный но еще обратите внимание как высоко мы сидим на втором этаже что окна второго этажа практически вровень со мной сейчас видите и получается что и на втором этаже наверное здесь люди по пути следования автобуса желательно бы конечно зашторивать свои окна потому что здесь вечером все обозревается теми кто едет в автобусе вот так друзья ну и что еще я хотела сказать по поводу тарифов автобусы по моему по мне здесь дорогие потому что стоит проезд вот такой вот средний там я не знаю опять остановок если вам нужно проехать вы платите 250 2 фунта 50 то есть 250 рублей в одну сторону и 250 обратно то есть 5 фунтов вот я помню я ездила когда у меня не было своего автомобиля я часто пользовалась автобусами проездного конечно же нет у меня и я платила 5 фунтов туда и обратно чтобы доехать до ньюпорта и обратно до райда ньюпорт и райд 7 миль расстояния ну а если вы хотите проехать дальше допустим 15 миль есть такие расстояния то там вы заплатите по моему 5 фунтов только в одну сторону но я так далеко не ездила я не знаю так вот почему такие дорогие билеты проездные потому что пенсионеры имеют карточки на бесплатно пользуются проездным транспортом городскими автобусами и студенты также имеют очень большие льготы скидки по студенческому билету но по поводу какие скидки имеют студенты по моему даже тоже бесплатно я не могу вам сказать у меня здесь студентов знакомых нет да и вообще здесь у нас на острове со студентами проблема может быть кто-то знает и подскажет посмотрите обратите внимание мы спускаемся с холма и какой красивый вид просто грандиозный друзья мы все еще едем по городу сандаун сейчас после сандауна у нас будет лайк вообще-то это как сказать ну большой город сандаун но входят сюда еще несколько маленьких деревушек которые расположены рядом вот это все-таки не сам сандаун город а это уже лейк лейк велочь озеро ну и получается что льготами пользуются все инвалиды они имеют бесплатный проезд конечно же все малоимущие имеют льготу по проезду вот пенсионеры и студенты и поэтому чтобы все таки как-то себя оправдывала содержание этих автобусов автобусного парка поэтому на остальных тех которые платят именно за проезд на них падает основная цена за себестоимость проезда в автобусе они платят также и за вот эту вот бесплатную категорию пассажиров вот вы знаете смотрите пока мы едем да по моему уже три автобуса нам встретились по пути но есть такой закон подлости что когда нужен автобус то приходится ждать его довольно долго хотя для тех кто пользуется автобусами постоянно специально есть расписание люди специально себе переписывают этот тайм тэбл расписание движения автобусов можно увидеть на каждой автобусной остановке по номерам автобусов и там написано точное время следования по маршруту каждого номера и поэтому люди кто пользуется постоянно автобусами они конечно же выходят именно ко времени и мне приходится ждать по 15-20 минут это очень удобно и очень хорошо вот я знаю что у меня одна знакомая она уже давно пенсионерка кстати таня которую вы знаете да у меня с ней есть несколько видео так вот она не имеет своей машины она пользуется автобусом бесплатный проезд и у нее все 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 расписание всех на номеров автобусов она ими постоянно пользуется ей нравится и она говорит зачем мне машина если у меня пожалуйста бесплатный автобус и остановка рядом с домом вот посмотрите слева пока мы стоим я вам покажу вот этот вот этот дом объясню видите многоэтажный многоквартирный пять этажей это считается здесь уже многоэтажный дом это социальное жилье которое предоставляется вот в таких домах людям малоимущим но ждать нужно долго чтобы получить социальное жилье в англии ну а вот пожалуйста видите с обычные здесь домики они как раз основная англия и состоит из таких домиков мы с вами это уже видели так что еще друзья я хочу вам рассказать пока мы едем я помню первый раз когда мы встретились мужем моим с моим мужем в в париже я тогда тоже первый раз увидела автобусы двухэтажные живую я имею ввиду в фильмах я конечно видела двухэтажные автобусы но я на них никогда не ездила и я решила конечно же прокатиться и мы взяли с мужем там есть такие open tour называется открытый тур на автобусах то есть второй этаж полностью открыт здесь кстати у нас тоже такие есть автобусы с открытым верхом они используются летом для туристов там даже билеты немножко дороже и там есть конечно же подключаешься есть гиды в кого возле каждого сиденья но вы знаете такие автобусы называется open tour bus так вот мы поехали с мужем по парижу на этом open tour купили билет и поехали конечно же я побежала сразу наверх забрались мы с ним он за мной мы с ним уселись вот здесь впереди я еду просто балдеж у меня именно вот от такого вида сверху на париж все это так красиво бесподобно и вдруг понимаете мы проезжаем вот сейчас мы подъехали это город шанклин мы будем сейчас проезжать это не центр это просто одна из улиц города шанклин я вам по пути следования просто рассказываю может быть кому то интересно наш маршрут я знаю что у меня есть даже такие такие зрители которые смотрят на google картах маршруты которые я показываю именно то место которые я показываю находят на google карте вот что это за автобус другого цвета другого цвета это похоже какой-то автобус какого-то предприятия не маршрутный автобус так вот едем это мы с мужем он тогда не был муж с моим английским футерменом я сижу в средине а он сидит с краю на сиденье и вдруг значит что проезжаем мы какой-то какой-то парк там очень много деревьев растет и вдруг одна из веток на дереве она выросла слишком большая и она хлестнула моего мужа в общем конечно как он ну я не знаю как уж так получилось я смотрела во все стороны по сторонам я не смотрела на то что впереди вот эта ветка но может быть и мой муж точно так же то есть получилось так что вот эта ветка на его зацепила хлестнула и и он вы знаете а было полный автобус людей туристов французов сидели тоже пары был заполнен автобус немного отвлеклась пока стояли выключила камеру ну вот продолжаю свой рассказ значит когда моего мужа зацепила ветка на втором этаже автобуса он вскочил вы знаете это был конечно такой момент для меня незабываемый он вскочил такой злющий он стал кричать что это такое я буду жаловаться почему у вас не срезают засветки кому он это кричал конечно непонятно потому что но наверное все таки я посмотрела он не так уж сильно его там и зацепила но все-таки же зацепила дальше мы поехали и как раз остановка была ну совсем рядом тут остановка возле остановка возле парка и получилось так что там тоже там тоже были вот эти вот отросшие ветки которые склонялись над его головой и он вскочил он же высоченный тоже у меня был мужчина он вскочил и он стал эти ветки вы знаете ломать лопать там такая огромная ветка он ее умудрился сломать он ее бросил посредине автобуса я переполошились все кто сидел пассажиры все знаете так притихли все на него смотрели некоторые женщины так знаете в жале голову в плечи и я мне было настолько неудобно а он все ругался и он все продолжал ломать эти ветки и кричал что это безобразие что он будет жаловаться что вот такое вот происходит почему не состригли здесь ветки он конечно был прав но такой реакции друзья конечно ну нельзя себе позволять это некрасиво тем более для вот таких вот зарубежных джентльменов иностранцев посмотрите куда мы приехали это шанклин впереди у нас old village старая деревня обратите внимание те кто хочет посмотреть поближе и поподробнее видео мое о этих соломенных крышах коттеджах соломенными крышами шанклин old village вот она пожалуйста во всей красе я вам даю ссылочку пожалуйста в правом верхнем углу сейчас всплывет вот еще раз смотрим с другого ракурса эту шикарную old village и сейчас уже мы практически на выезде видите здесь ограничение скорости стоит 20 миль в час по центру города вот сейчас мы уже выезжаем из города шоу слышите вы слышите вот это вот шкрябает да сейчас хлопнула и заскрипела я думаю что вам слышно это как раз вот тоже ветка ветка которая не срезана вовремя она царапает автобус и она вот так вот стучит по краю автобуса обычно эти автобусные начальства автобусных этих маршрутов должны следить за маршрутом и они должны срезать у них есть специальная техника они срезают ветки вот на высоту второго этажа двухэтажных автобусов чтобы не было вот таких вот проблем чтобы не зацепляла не автобус не людей ну вот видите тогда получилось что во франции в париже кто-то не доследил кто-то не проследил и моего мужа зацепила веткой и я помню что мне было просто стыдно я смотрела на этих людей таких немножко знаете и перепуганных его вот таким вот агрессивным поведением они сидели так вяло улыбались и я сидела и тоже виновата улыбалась им в ответ как бы хотела даже пожать плечами сказать что ну вот извините я могу поделать если у меня такой оказался напарник странный немного агрессивный не по мне по годам вот я запомнила этот случай и на самом деле вот слышите опять вот ветки вот ветки в некоторых местах уже пора обрезать вот такой вот грандиозный вид и мы поднимаемся все выше и выше на холм и вот там на самом верху на самом холме как раз и будет расположен город вентнер и вы знаете когда я ездила показывала вам старинты развалины в городе вентнер мы с вами гуляли совсем недавно и как раз у нас погода изменилась после морозной такой зимы сразу наступило потепление до плюс 10 и здесь наверху вот эта дорога она была вся в тумане и туман такой черный может быть даже что это было не туман а может быть просто слишком низко опустилась от одной из облаков и было ехать очень так неуютно вы знаете тем более посмотрите какие здесь резкие повороты вот такой вот серпантин все машины ехали с дожженными противотуманными фарами и ехали медленно вот сейчас еще очередной поворот обратите внимание вот здесь такой прям обрыв туда вниз видите такой видно на этот морской берег и мы заезжаем город вентнер сейчас мы уже подъедем я может быть если смогу а вот мигнула фарами нет но он не хочет пропускать автомобиль мигнул фарами здесь очень культурные друг к другу водители предупредительные всегда пропускают но я обратила внимание что вот водители автобусом водители каких-то больших машин минивэнов которые здесь тоже большом количестве развозят продукты они очень внимательные они очень ответственные и культурные и уважительные к другим автомобилистам всегда пропустят вот даже если вы выезжаете с какой-то маленькой дороги на вот большую трассу всегда становится именно либо автобус либо минивэн чтобы пропустить вас но останавливается конечно также и водители автомобилей но чаще всего вот более уважительные именно водители автобусов и каких-то минивэнов вот это тоже интересно ну и вот впереди вот пожалуйста вам обратите внимание красота город вентнер внизу у нас он ступенчатый этот город